Есть у нас такой знаменитый здесь самый главный специалист в подземных ходах, бывший архитектор, вы знаете их отца. Есть такой Юра Ефименко и Миша Ефименко. Юра Ефименко известный здесь журналист, очень известный автор нескольких книг по Хабаровску. Все он мне, конечно, подарил с автографом. А Миша был архитектором. Так вот этот Миша, он составил карту всех подземных ходов Хабаровска за много-много лет. Вечно бегал за мной, а я одно время работал, где-то года два, заведующим гаража, у меня специалист автомобилист, работал заведующим гаража в Левосточной студии кинохроники. Но там внизу, как спускаться на пляж с Комсомольской площади, стояло двухэтажное здание, надпись была сбоку. Большая надпись из кирпича сделана, 1906 год. Вот я там завгарил. А внизу были подвалы. А с этих подвалов тоже были ходы под Соборную площадь, под Комсомольскую площадь. И вот оттуда тоже мы с МЧС, мы тоже туда ходили. Но там все засыпано древесной золой. Потому что это была первая наша Хабаровская электростанция. Вот сейчас, кстати, в прошлом году или позапрошлом уже сделали небольшой памятничек. Сделали этой электростанции как раз на месте вот этого снесенного женой Витя Ишаева вот этого здания. Ну, а жена там хотела его сделать в торговый центр. Но потом у Ишаева все это негативно завертелось и все это дело отменили. Это его супруга все это. Она инициатор была все этого дела. И вот там тоже все, как говорится, такие вот большие подземные. И вот я вспоминаю, Миша ко мне спускается по лестнице, а мне уже сообщают, Михалыч, спасайся, Миша к тебе идет. А Миша уже такой уже, он был страшно, чересчур засыплен. Вот у меня друг, психиатр города Виктор Дмитриевич Каличкин, города моего родного Николаевска на Амуре. Как-то Миша ко мне приходит, и вот наш диалог между нами с этим Мишей. А он, Витя, был в другой комнате, Витя Каличкин, мой друг, психиатр. И вот когда этот Миша ушел, Ефименко, Ефименко и Юра, и Миша, а их отец был знаменитый здесь писатель, Василий Ефименко. Вечер богов, камикады, книги, может кто-то знает. Вот это их отец. Мы мемориальную дощечку ему повесили на пятиэтажке угла Амурского бульвара и Комсомольской, где раньше был Пивнушка, мужской разговор назывался Пивнушка. Вы не помните, молодые были. Вот такое сделали. И вот мне кричат, Михалыч, спасайся, Миша к тебе идет. И вот когда это самое, уже с пятой на десятой перекидываю, когда Миша ушел, Витя ко мне выходит, говорит, Толик, вот ты сейчас с кем беседовал, я послушал его речь, это мой пациент. Я говорю, как, средней степени шизофрении. Такие люди. А я иногда сам у него спрашивал, Витя, а вот смотри, а не чокнут ли я? Чтобы все это знать, нормальный человек же не может. Нормальный человек говорит, нет, Толик, это у тебя просто особенности воспитания, так что не переживай. И опять говорит, что ты переживаешь? Ты же всю жизнь баранку крутишь, а то рука за баранку-то не посадит, медкомиссия же не пропустит. Но вот этим я себя порой успокаиваю. Думаю, наверное, я еще не дурак. Вот такое дело.